Всем привет! Сегодня вместе готовим знаменитый итальянский торт-десерт тирамису. В основе его печенье савоярди и сливочный крем. Крем сделаем по технологии пат-эбомб. Это когда сырые желтки завариваются кипящим сахарным сиропом. Так они становятся безопасными. Десерт-то изысканный, необычный, ароматный, очень вкусный. Кто еще не пробовал, рекомендую. Для тирамису я беру 300 граммов печенья савоярди или 25-30 штук. У меня домашний рецепт недавно был на канале. Я испекла 2 порции. 3 крупных желтка или 60 граммов. 115 граммов сахара, 35 граммов воды. Это для сиропа. 2 чайные ложки ванильного сахара. У меня с натуральной ванилью. Можно использовать ванильный экстракт. 250 граммов сыра маскарпоне. 250 граммов сливок для взбивания жирностью 33-35%. 300 миллилитров остывшего кофе. У меня натуральный, можно использовать растворимый. В кофе, по желанию, можно добавить еще ликер. Чтобы присыпать десерт сверху, нужно примерно 1-1,5 чайные ложки хорошего какао-порошка. Форма у меня размером 26 на 13 сантиметров и высотой 7 сантиметров. Печенье готовое, поэтому нужно сделать только крем. В первую очередь готовлю базу тирамису. В ковш вливаю воду и всыпаю сахар. Переношу на плиту. На невысокой температуре нагреваю, пока сахар не растворится. Пока варится сироп, к желткам добавляю ванильный сахар и взбиваю до светлой и пышной массы. Теперь увеличиваю температуру и варю сироп до 118-121 градуса. Температуру контролирую термометром. Если термометра нет, беру небольшую миску с холодной водой и капаю в нее немного сиропа. Когда капля в воде будет застывать и из нее можно скатать шарик, сироп готов. Когда будете проверять его на готовность, ковш можно убрать с плиты, чтобы он не переварился. Это называется проба на шарик. Сразу же снимаю с плиты и тонкой струей вливаю его взбитые желтки. Продолжаю взбивать на максимальной скорости. Очень важно в этот момент, когда будете вливать сироп, не попадать на венчики. Взбиваю еще 7-10 минут, пока желтковый крем полностью не остынет. Он должен получиться светлый, пышный, плотный. Это база тирамису. Маскарпоне перекладываю в миску и слегка перемешиваю на минимальной скорости миксера. Взбивать не нужно. Можно перемешать лопаткой или венчиком. В два приема подмешиваю к остывшей желтковой массе. Готово. Крем можно пока убрать в холодильник. Венчики мою и на 15 минут помещаю в морозильную камеру. Так быстрее будут взбиваться сливки. Сливки взбиваю, пока они не начнут держать форму. Сливки подмешиваю в крем в несколько приемов. Получается сливочный, гладкий, пышный крем. Можно собирать десерт. Для пропитки кофе выливаю в миску, в которой будет удобно пропитывать печеньем. В кофе можно добавить 2 столовые ложки сливочного ликера, вроде Бейлис, крепкого десертного вина или коньяка. Ликер делает десерт совершенно особенным, с тонким вкусом. Я в этот раз добавлять не буду, у меня термису очень любит Маша. Но если вы готовите для взрослых, обязательно добавьте. Теперь каждое печенье окунаю в кофе. Считаю 1, 2, на 3 достаю и с другой стороны еще слегка. Выкладываю форму так, чтобы печенье полностью ее заполнило. Количество кофе будет зависеть от печенья. У меня домашнее, его нужно лучше пропитывать. Печенье должно хорошо пропитаться, но не размокнуть, не потерять форму. Теперь треть крема. Разравниваю. Еще печенье. Немного утапливаю его в крем. Треть крема. И последний слой печенья. Оставшийся крем. Сверху щедро присыпаю какао-порошком. Убираю десерт в холодильник на ночь, лучше на сутки. Тогда он вкуснее всего. Крем хорошо стабилизируется и вкус становится более насыщенным. Очень воздушный, нежный, изысканный торт-десерт с контрастом сладкого сливочного крема и кофе. На самом деле бесполезно объяснять, какой тирамису вкусный. Его просто стоит попробовать. Друзья, у меня все. Очень надеюсь, что вдохновило. Удачного вам приготовления. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И с нетерпением буду ждать ваши отзывы. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok